Калибр растет. Боевики снова применили артиллерию и тяжелые минометы. За прошедшие сутки трое наших военных получили ранения. От обстрелов противника страдают и гражданские. Из пушек враг ударил пожилому сектору Зайцева. А сегодня утром противник выпустил несколько управляемых ракет по пропускному пункту Гнутова. Детали у Игоря Левенка. Это произошло утром в начале 10-го. А камеры наблюдения зафиксировали обстрел. На контрольно-пропускном пункте Гнутова под Мариуполем полно автомобилей и мирных жителей. Первый взрыв произошел в метрах в десяти от скопления людей. На КПВВ обычно в это время час пик. Прикордонники, которые сейчас действуют в складе объединенных сил, конечно, сразу среагировали. Начали ховать граждан в бліндаже, с хованкой, чтобы не постраждало их здоровье, их жизнь. А следует отметить, что это можно назвать каким-то чудом, что граждане действительно не постраждали. Автомобили эвакуировали, люди спрятались в укрытие. Через полчаса пункт пропуска снова оказался под вражеским огнем. Боевики стреляли из противотанкового ракетного комплекса. На этой штуке даже номер корпусный, збережный. Вот она есть. Это просто тупо. Конечно, боевики сейчас, наверное, уже начали виправдоваться, как они это всегда делают. И говорят, что або действует украинская армия по своих же гражданах, або еще там, какие у них скаженные версии бывают. Из-за вероятности повторных обстрелов контрольно-пропускной пункт Гнутова пока закрыт. Гражданских бронированным транспортом эвакуировали на безопасную территорию. Ударная волна повредила два автомобиля. Наши морпехи, которые удерживают оборону на Приморском участке фронта, утверждают, враг не на шутку активизировался. Под огонь боевиков все чаще попадает мирное население. Больше всего достается жителям поселков Лебединское и Водяное. Пару дней назад стволка залетала в село, 120-й миномет, 82-й миномет. Там местным разбило дом. Какие там живут? Да, попало прямо в сарай. Из Приазовья Игорь Левенок, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер.